Кони на улице. На ключ Камышинском плато в Новосибирске из-за конфликта собственников мерзнут 12 лошадей. Один из владельцев участка, на котором находится конюшна, перекрыл подходы к помещению. В ситуации разбирался Александр Сельдин. Быстрый орловец, милые пони. Не могут попасть домой. Ночуют под открытым небом вместе со своей хозяйкой. 12 лошадей и 3 человека провели эту ночь здесь. Было довольно холодно. На траве лежал иней. Хорошо, хоть дождя не было. Животных согрели попонами, а люди сидели здесь, возле костра. Вот такая вот походная обстановка. Обычно по ночам они в теплой конюшне, но попасть туда на этот раз не смогли. Дело в том, что участок земли принадлежит четырем собственникам. Один из них закрыл ворота. Лошадям достоило не добраться, а по ту сторону забора еще и козы. Хозяйка животных, которой принадлежит часть помещения участка за забором, пошла на штурм, чтобы добраться до своего имущества. Хост надо доить. Лошадям хочется уже все-таки получить порцию овса еды. Они на одном сене стоят. И нормально вдоволь напиться воды. И мы начинаем ремонтажу вот этого его самодульства. Ворота закрыл Степан Шарков, полноправный собственник участка. Напомню, всего их четыре. Против животных ничего не имеет. Не устраивает взаимодействия с их хозяйкой. С весны, с апреля, вот это кони, кони, козы. Они ходят и вот здесь фекалии свои разбрать. Я говорю, Лена, надо убрать территорию, убрать машину, потому что здесь тяжело разворачиваются машины. Она игнорирует, перегораживает дорогу. Все это происходит в каком-то виде. Понимаете? Поэтому я уже устал говорить, и свою территорию я огородил. И сделал ворота, чтобы не было проходного двора. Еще один собственник предлагает решить вопрос миром. Я во вторник приезжаю, мы садимся все вместе. Все три собственника. У нас есть один вход. Официальный один вход. И мы все будем его проговаривать. Как его уделить, как его решать. Все это решабельно и все это решается. А лошадям хозяйка ищет другое помещение. Отправит на передержку. Собирается строить новую конюшню. В промзоне крупным животным все-таки не место. Александр Сульдин, Алексей Баженов, Евгений Агеев. Новости ОТС.